Коллеги, всем добрый день. Привет. Ну что ж, давайте начинать. Всем здравствуйте, всем слушателям. Большой пламенный привет. Я рада приветствовать вас на нашем вебинаре, который называется «Как не захлебнуться в потоке комплайнс-проверок и освободить ресурсы для решения задачи B». Меня зовут Богданова Анна. Я руководитель направления SOC в компании InfoSystema.j. И сегодня мы с вами обсудим, с какими проблемами сталкивается большинство компаний при проведении внутренних и внешних аудитов, как сделать этот процесс максимально прозрачным на каждом этапе и как минимизировать свои трудозатраты при получении информации от своих коллег, как упросить составление отчетности, как организовать итоговые мероприятия по устранению замечаний. И в чем тут могут помочь SGRC системы. Наш вебинар будет состоять из двух частей. В первой части Павел Новожилов, руководитель группы консалтинга компании InfoSystemaJet, расскажет в целом о том, как мы видим процесс аудитов в наших заказчиков, из каких этапов он состоит и какие проблемы чаще всего встречаются. А во второй части наши партнеры из компании AirVision на системе AirVision SGRC продемонстрируют, как можно от этих проблем избавиться или как-то их минимизировать. В течение всего мероприятия вы можете задавать свои вопросы. Это сделать очень легко. Это делается на вкладке «Вопросы». Посмотрите на верхней панели справа. Есть значок «Вопросы». Пожалуйста, туда пишите свои вопросы, а не в чат. И в самом конце мероприятия мы все ваши вопросы зачитаем, обсудим, и наши уважаемые спикеры на них ответят. Также, конечно же, у нас будет запись всего вебинара. Если вы что-то пропустите, то ничего страшного. Мы обязательно вышлем вам запись по итогам мероприятия. Ну что ж, коллеги, давайте начинать. Я хочу передать слово первому спикеру, Павлу Новожилову, руководителю группы консартинга по информационной безопасности компании InfoStema Jet. Паша, тебе слово. Понятно, спасибо. Коллеги, добрый день еще раз. Предлагаю начать немного с нормативки. Если смотреть на финансовую отрасль, то эта отрасль на сегодняшний день достаточно сильно зарегулируемая со стороны Центробанка. При этом важно отметить, что большинство аудитов оно именно внешне. Также можно выделить стандарт ISO 27001. Если компания планирует получать такой сертификат или поддерживать его в актуальном состоянии, то, как правило, приглашается внешняя компания, именуемая органом по сертификации. Касательно остальной части, это российская нормативка, в принципе, за исключением финансового комплайнса. И тут в основном требования со стороны стека и ФСБ. При этом важно отметить, что как таковая внешняя оценка она не является обязательной. Но, тем не менее, компании приглашают внешних экспертов, имеющих необходимый опыт, чтобы продемонстрировать независимый аудит и результаты текущего уровня того или иного нормативного акта. Также в каких-то компаниях могут быть разработаны собственные методики и стандарты по информационной безопасности. Как правило, такое бывает разработано в головной организации и спускается на компании, которые входят в группу компаний. Касательно аудита. Под аудитом я дальше буду понимать не только внешний, но и внутренний. Рассмотрим, какие же бывают в стадии аудита. Начинается все с подготовки к аудиту. Как правило, готовится не только аудитор, но и проверяемый. Например, в своих проверках Роскомнадзор готовится заранее. Как правило, он формирует уже перечень субъектов, которые обращались по тем или иным вопросам, связанных с проверяемой организацией, чтобы проверить и убедиться, что действительно компания, которая декларировала, что она все выполнила, что это действительно выполнено все на практике. Также хорошей практикой является это вступительное совещание, когда аудитор и лицо, которое организует такой аудит, заручаются поддержкой руководства. И также хорошей практикой является издание внутри компании, приказы или распоряжения о содействии аудиторам в части предоставления им необходимой информации. Следующая стадия связана с документами. Как правило, любой документ, любой аудит начинается с анализа документов. Цель такого анализа это понять, как устроены процессы в организации. Как правило, со стороны аудитора направляется запрос и оказываются необходимые консультации в части предоставления документов. Со стороны проверяемого важно предоставить именно актуальные версии документа. Часто бывает на практике, когда предоставляют документ, а он уже устарел. Или предоставляют документ одну версию, а, скажем так, существует другая, более актуальная. Касательно следующей стадии, она связана с проведением интервью. Как правило, интервью необходимо проводить сверху вниз. То есть, как правило, все начинается с процессов, в рамках которых мы узнаем, какие есть информационные системы. Далее опускаемся на слой администрирования этих информационных систем. Далее инфраструктура, сеть и средства защиты. Почему именно в таком порядке? Потому что на нижних слоях можно проверить информацию из верхних. Например, мы проводим аудит средств защиты. И чтобы убедиться, что то или иное средство защиты настроено правильно и покрывает все необходимые хосты, нам необходимы, соответственно, какие-то серваки или армы той или иной системы, которая входит в наш скоу. Также на этапе интервью накапливается некая информация, которая со стороны аудитора запрашивается, и со стороны проверяемого предоставляются различные скриншоты, конфигурации, а также документы, которые выявляются в ходе аудита. И завершающая стадия аудита, когда аудитор сопоставляет информацию из документов с полученным интервью информацией, а также проводит оценку соответствия. Проверяемый же ожидает получить информацию об итоговом уровне соответствия в целом, а также несоответствиях, которые выявляются в рамках аудита. Как правило, для этих несоответствий разрабатываются со стороны аудитора некие рекомендации, чтобы их устранить дальнейшим. Вся эта информация агрегируется едино в отчет. Если перейти к трудностям или болям, как условно мы их назвали, которые возникают в рамках аудита, опять же повторюсь, не только внешнего, но и внутреннего у проверяемой организации, то можно выделить следующее. Зачастую в организации достаточно сложно найти того или иного ответственного. Как правило, это актуально для крупных компаний и компаний, которые имеют информационные системы, разделенные на достаточно большое количество модулей, и где действительно ответственно найти достаточно трудоемкая задача. Следующая трудность, которая возникает на этапе подготовки к аудиту, она связана со скулпом. Не всегда в организациях бывает четко определен скулп того или иного нормативного документа. И это достаточно важно, потому что ведь, когда мы начинаем внедрять или подходить к любому нормативному документу, важно очертить границы, а на что он распространяется. Если смотреть следующие трудности, далее по этапам, она, следующая трудность связана с документацией. Это может быть актуально компаниям, которые в один календарный год проходят достаточно много разных аудитов. И здесь возникает трудность в том, что в рамках этих аудитов запрашивается плюс-минус одна и та же документация, если брать информационную безопасность. И со стороны бизнеса может вызывать негатив, ну, проходит один аудит, они предоставляют документы, потом к ним приходят и говорят, ну, вот нам нужны плюс-минус те же самые документы, и со стороны таких подразделений может возникать какой-то негатив. Если переходить к следующему тапу аудита, который связан с интервью, боль или трудность заключается в следующем. Сейчас зачастую в рамках пандемии достаточно много проходит аудитов именно удаленно. И возникает достаточно много разной информации, которую проверяемая организация должна предоставить, ввиду того, что, скажем так, так она могла где-то очно что-то показать, а ввиду удаленки достаточно проблематично это сделать. И тут возникает вопрос, а как же контролировать предоставление такой информации. В завершении аудита, как я уже сказал, компания может получать какие-то несоответствия. И, как правило, достаточно быстро и оперативно необходимо разработать экшн-план по этим несоответствиям, в котором указать, как оно будет устранено, кем и когда. Как показывает практика, что если это не сделать достаточно быстро и оперативно, то это может забыться и, в принципе, те несоответствия, которые будут выявлены в результатах аудита, они могут перейти зачастую на следующий аудит. С точки зрения выводов своего раздела хочется отметить следующее. Есть цикл деминга, так называемый PDCA, в рамках которого контроль выделен как отдельная составляющая. Ведь контроль позволяет найти какие-то несоответствия, чтобы совершенствоваться. При этом, например, если взять компании, которые имеют сертификат 27001, то для них внутренний аудит, он, например, является обязательным. Понятно? У меня все. Спасибо. Павел, спасибо большое. Я бы хотела, наверное, от себя добавить, пока слушала тебя, я бы добавила от себя больше, что поскольку это такой повторяющийся процесс, у многих сотрудников это вызывает такие негативные эмоции, рутина, вот это вот одно и то же, одни и те же документы. Мне кажется, здорово, когда есть одна система, в которой максимально они собраны и как-то помогают упростить работу и заняться при этом интересными другими делами. Коллеги, у нас сейчас будет небольшой интерактив. Попрошу организаторов запустить опрос. Он будет состоять всего из двух вопросов. Нам интересно знать, кто из аудитории согласен с тем, что именно с такими трудностями вы на своей практике сталкиваетесь, то есть действительно эти боли для вас актуальны или нет, и интересно посмотреть другим участникам, у них те же самые боли или не те же самые. И второй вопрос заключается в том, какие вы инструменты используете для проведения аудитов. Вы делаете это просто в Excel, вы используете специализированные системы типа SGRC. Вы вообще ничего не используете, это просто такой процесс по почте, переписка, привлечение внешнего подрядчика, помощника и так далее. Давайте выделим буквально пару минут на ответы на эти вопросы и соответственно я попрошу через пару минут моих коллег завершить опрос. Осталась буквально одна минута. и пока она истекает, я воспользуюсь случаем и представлю следующих спикеров. А вот коллеги уже выпустили так, или продолжается голосование организатора, подскажите мне, пожалуйста. А, вопрос все еще идет, все еще идет, давайте чуть-чуть подождем. В это время я представлю следующих спикеров. это Ирина Носова, пресейл-менеджер компании AirVision и Максим Корчевский, консультант Центра Экспертизы AirVision. Коллеги покажут на своем демо-стенде, как внутри AirVision с GRC можно реализовать процесс проведения аудита, чтобы максимально упростить свою жизнь. Давайте тогда завершим голосование и посмотрим на результаты. Организаторы просьбы завершить голосование. Так, что же у нас получилось? Откликаются ли вам перечисленные боли? Большинство людей ответили частично, и большинство людей ответили, что используют Excel для проведения аудита, и вообще никто не используется с GRC системы. Это очень интересный результат. Давайте тогда послушаем вторую часть нашего вебинара, может быть, ваше мнение поменяется, и вы подумаете, что стоит попробовать GRC систему пропилотировать, посмотреть. Коллеги, Ирина, Максим, я передаю вам слово. Да, спасибо большое, коллеги. Давайте возьму слово. Меня зовут Ирина Носова, и сегодня я со своим коллегой Максимом расскажем вам и покажем, как с помощью автоматизированной системы AirVision с GRC можно улучшить работу с аудитами, намного повысить зрелость бизнес-процессов по информационной безопасности. И хотим сделать по интересу наш рассказ, хотим рассказать вам просто историю одной большой организации, которая в начале своего становления своей зрелости столкнулась с очень большими проблемами. Эти проблемы мы выделили в специальной боли, которую мы сегодня с вами опишем, и расскажем, как эти боли решили. Мы рассматриваем сегодня большой холдинг АО «Успешная компания». Это достаточно крупная организация со множеством подразделений и филиалов, которые достаточно могут быть территориально распределены, в различных точках страны находятся, и все эти филиалы могут иметь абсолютно разную сферу деятельности, начиная с различных финансовых организаций и заканчивая некоторыми точками промышленности. И в центральном аппарате существует как служба внутреннего аудита, так и проверки могут проводиться подразделениями самостоятельно, то есть на местах более-менее крупных филиалов есть своя служба информационной безопасности, которая там в основном самооценками занимается, в принципе. Ну и давайте перейдем к этапам аудита. Мы решили разбить их тоже на этапы. И самое первое у нас это подготовка к аудиту. Уже на данном этапе существует множество болей и проблем, что даже когда еще никакой процесс не начался, еще ничего не началось, администраторы информационной безопасности и аудиторы, они уже сталкиваются с какими-то нерешимыми проблемами, и этот процесс, он растягивается в какое-то бесконечное количество времени. И самая первая, самая основная боль, которая у нас на данном этапе встречается, это то, что отсутствует четкое понимание скопа аудита вообще и зоны ответственности. То есть просто колоссальное количество времени уходит у людей на то, чтобы выяснить, что вообще входит в область оценки, из каких подсистем, из каких сервисов состоит информационная система, которая собирается аудировать, а кто вообще ответственный за область оценки, к кому нужно бежать, чтобы выяснить необходимую информацию и внести потом ее в чек-листы. Вот. И постоянно возникает путаница, непонятно, что делать, куда бежать, к кому обращаться. Давайте я включу сразу демонстрацию системы и начну я свой рассказ с такого процесса, как проведение инвентаризации. Практически, наверное, все стандарты, очень многие нормативные требования, они все говорят, чтобы выстроить грамотно процесс информационной безопасности, нужно понять, а что в организации вообще подлежит защите, нужно понять, что такое актив, вокруг чего выстраивать уже эти верхнеуровневые процессы. И давайте перейдем сразу во вкладку активы. В нашей организации, в нашем холдинге «Успешная компания» активы собираются из совершенно различных источников. Собираются они как и по совершенно низкоуровневым типам, как оборудование, например. В данной вкладке вы можете видеть перечень всего оборудования, которое есть во всем холдинге. Собирается он из совершенно различных источников, начиная от интеграции с антивирусными средствами, которые хорошую инвентарку отдают, и заканчивая очень крупными IT-системами, например, IT-СЭМ или СНД-решениями. При этом информация здесь не дублируется, потому что в организациях, особенно в крупных организациях, где много систем, очень часто встречается такая ситуация, когда, в принципе, в разных системах хранится информация об одном и том же оборудование. Здесь ничего не дублируется, карточка информации, которую вы можете видеть справа с многими-многими данными, она здесь дообогащается, второй карточки не будет, система сама поймет, что если вступила информация с различных источников об одном и том же, здесь будет дообогащение. И здесь у нас уже видим централизованное хранение информации об оборудовании. Ну, и все это оборудование, оно объединяется в большие группы. Это могут быть информационные системы, сервисы, как здесь вы видите, это может быть даже логическое разделение, допустим, по содам, например, или по типам оборудования. Ну, здесь логическая самоотставляющая, она может быть какая угодно. Давайте возьмем на примере корпоративной CRM-системы и посмотрим, что есть в карточке. Справа вы видите отображение многих полей описания, где сразу видно, что это за система, где она находится, кто является владельцем данного актива, причем также с указанием контактной информации. Чуть ниже доступна табличка с просмотром о том, какие же еще активы входят вот в эту группу. То есть можно прям по одному шелчку посмотреть, какое количество хостов туда входит и со связью программное обеспечение те же уязвимости, например. Ну, и здесь речь идет не только о материальных активах. Очень важная часть, которую нужно учитывать, это не материальная сущность, уже бизнес-уровень такой. То есть это, например, перечень информации, которая обрабатывается в этой системе, и также перечень бизнес-процессов, которые поддерживаются в этой информационной системе. Это точно такие же карточки, которые представлены со своим набором полей, также указывается и критичность, и ответственность, и все-все-все, что только нужно будет для последующих процессов. Что еще хотелось бы отметить, что вообще при подготовке к аудиту, аудиторам зачастую может быть нужна совершенно разная информация по той или иной системе. Если у нас является система из ПДН, по 21 приказу мы делаем аудит, то уже аудитору будут интересны данные, которые относятся только к системе персональных данных. Если мы делаем аудит по 239 приказу, то уже будет интересна информация, которая описывает систему с точки зрения 187 федерального закона со своим набором полей, со своими тонкостями. Ну и, как видите, что здесь это все очень удобно, легко, можно в несколько кликов централизованно в едином месте получить всю эту информацию. Поля, которые вы здесь видите, они могут настраиваться специально под тот тип системы, который вам нужен. То есть здесь это пример настроенный, причем это недоразработка решений, это все сделано штатными средствами из интерфейса, там буквально в несколько кликов. Ну и напоследок по активам хотелось бы еще сказать, что на самом деле областью оценки аудита может быть не только информационная система. Зачастую аудиты проводятся в отношении там целого филиала или подразделения в общем, например. Ну и здесь вы можете видеть, как наш холдинг, он ведет всю оргштатную структуру прямо здесь в едином окне точно так же. Это точно такая же карточка, которую можно заполнять полями, которая будет необходима для проведения последующих самооценок. Ну и вначале я говорила, что в нашем холдинге существует также еще много филиалов, где есть собственные службы информационной безопасности, которые там у себя самооценки различные проводят. Так вот, здесь есть функционал мультитенанси, который позволяет этим администраторам из филиалов заходить в систему AirVision, и у них будет отображаться вся информация, которая будет касаться только исключительно их филиала. Больше они ничего видеть не будут. А уже управляющие компании, центральный аппарат, кто будет оттуда заходить, они будут видеть всю общую картинку и по филиалам, и по своим сущностям. Причем посмотреть, каким требованием должен соответствовать тот или иной актив, можно тоже в этой же карточке, в один клик. Здесь все указано. Это намного будет упрощать работу и подготовку к аудитам. Так. И вернемся давайте к презентации. Здесь, получается, мы разобрали и показали, рассказали, как очень легко вести в едином окне всю информацию о том, что у вас происходит в организации. На этапе подготовки к аудиту значительно сокращается время на то, чтобы найти все эти данные. То есть один раз этот процесс нужно пройти, и потом он будет на многие-многие годы облегчать работу с подобными сущностями. Ну и давайте перейдем ко второму этапу, этап проведения аудита, который один из самых сложных. И здесь я хочу попросить моего коллегу Максима поделиться своим опытом, своим мнением, с какими болями сталкиваются организации, как их мы решаем. Спасибо, Ирина. Итак, мы спланировали аудит, и наступила дата, когда мы его должны провести. И первая боль, с которой часто сталкивается аудитор, а также заказчики, у которых проводятся эти аудиты, это запрос одной и той же информации в рамках разных аудитов. Например, аудитор может приехать в подразделение, запросить некий документ, например, у кадрового подразделения. Кадровое подразделение говорит, что до месяца назад уже запрашивали эту информацию, зачем вы просите у нас одно и то же, одни и те же данные. И это, получается, создает определенный негатив со стороны коллег. И занимает обычно много времени, если запрашивать одну и ту же информацию. Решением может быть как раз таки использование системы SGRC. И, на примере нашего демо-стенда я вам продемонстрирую, как это проводится. Видно экран, да? Итак, мы находимся в подразделениях и организациях и есть у нас успешная компания и филиал в городе Хабаровске. В этом филиале есть различные системы, в частности, есть АСУ-ТП, и эта система должна соответствовать 31 приказу СТЭК. Этот АСУ-ТП является объектом КИИ и, соответственно, должно быть защищено в соответствии с 239 приказом СТЭК, а также обрабатываются персональные данные и необходимо защищать по 21 приказу. Эти приказы, по крайней мере, меры, которые в них есть, часто пересекаются друг с другом. И если будут проходить аудиты по одному из этих приказов, соответственно, аудитор будет запрашивать одну и ту же информацию, что будет, опять же повторюсь, создавать определенный негатив у коллег и тратить определенное время. С помощью AirVision SGRC мы можем взять какой-нибудь аудит, например, по 21 приказу перейти в систему контроля и мы видим, что различные требования, которые вы видите на экране, сгруппированы по тематикам. Тематика блокирования сеансов доступа, тема выявления информирования в инцидентах ИБ, и, например, документирование процедуры обеспечения антивирусной защиты. В эту группу вопросов включены несколько подтребований, например, документально определены процедуры регулярного обновления средств антивирусной защиты. А если мы посмотрим на связанные с этим требованиям документы, то увидим, что, например, они встречаются в 21 приказе, в 31, в 17 приказе, а также, например, есть такое требование в стандарте Банка России. Перед тем, как проводить аудит, мы можем по данному требованию выставить оценку, это может быть выполняется, не выполняется, частично выполняется или неприменимо, если, например, в этом подразделении не используется средство антивирусной защиты. Также вставится, указывается ответственный и указывается дата очередного контроля, когда уведомление придет этому ответственному, чтобы он пересмотрел данный пункт. Зачем мы все это проводили и заполняли эти оценки? Покажу на примере. Вернемся к нашему аудиту в городе Хабаровск. Мы видим, что текущая оценка, прогресс оценки заполнен на 0%, и перед тем, как проводить оценку, мы ставим чекбокс заполнять оценку, используя данные из системы контроля. Переводим аудит в работу, и видим, что аудит заполнится на 47%. Как это вышло? В левой части вы видите опросный лист, слева видите различные требования 21-го приказа и выставленные оценки. Эти оценки подтянулись из системы контроля, которую я вам демонстрировал, и теперь аудитору практически в два раза меньше работы требуется на то, чтобы заполнить эти данные. А также ему не нужно будет каждый раз запрашивать те сведения, которые были уже заполнены ранее. Возвращаясь к нашей презентации, мы данную проблему рассмотрели и видели, что с помощью AirVision SGRC достаточно просто решается, и переходим к следующей. Следующая проблема связана с тем, что достаточно непросто найти определенный документ для свидетельства проверки. Аудитор, приезжая в то или иное подразделение, может получить, как рассказывал Павел, документы, которые, например, истекли, срок действия которых истек, или, например, уже есть более новая версия этих документов, и аудитору это не проверить. Для этого также можно использовать средства автоматизации. перейдем на демо-стенд и зайдем в раздел документы. Что же в этом документе? Здесь есть различные объекты, которые, по сути, являются карточками документов. Возьмем, например, документ регламент управления доступом к информационным ресурсам. Данный документ имеет ряд полей, например, есть ответственный, дата пересмотра, срок его действия. Кроме того, загруженный скан копии этого документа с указанием версионности. Ответственному сотруднику автоматически приходит уведомление о том, что этот документ необходимо перевыпустить, так как, например, он истек. И аудитор, когда, например, приступает к аудиту, может данный документ сразу же привязать к аудиту и провести достаточно просто и удобно оценку выполнения тех или иных требований. Ну, возьмем, например, текущий аудит, возьмем документы, мы выбираем связанный документ из базы документов, выбираем наш регламент управления доступом и он присоединился к нашему аудиту. Таким образом, с помощью единого места, где мы можем хранить все документы, карточки документов, это достаточно сильно облегчит проведение наших проверок. Перейдем дальше к следующей проблеме, это отсутствие четкого понимания формата ответа на вопрос. В различных документах, например, какие-то могут быть законодательные документы или приказы регулирующих органов, достаточно сложно формируются требования, и аудитор, приезжая в ту или иную проверку, не всегда может понять, что именно он должен запрашивать у проверяемого подразделения. Перейдем на наш демо-стенд, выберем какую-нибудь проверку, пусть будет аудит центрального аппарата за третий квартал, видим, что данная проверка заполнена на 11%, и на экране вы видите заполнены три пункта. Один из пунктов это требование проведения обучения владельцев активов на предмет понимания своей роли и обязанностей. Достаточно непросто понять, чего же требуется от аудитора. Но в AirVision HRC мы можем добавить инструкцию по проведению проверки, и аудитор, проводя аудит, извиняюсь за тавтологию, может проверить наличие журнала и убедиться, что сотрудники, которые являются владельцами актива, поставили свои подписи в этом документе. Также я обращаю внимание, что для заполнения этого файла можно использовать экспорт данных из Excel. Некоторые подразделения предпочитают работать в классических офисных приложениях или, например, у них нет доступа в AirVision и HRC, так как они находятся в сегментах вроде ASUTP. Аудитор может данный аудит выгрузить, экспортировать его в файл и передать его по электронной почте или на USB-носителе ответственному подразделению. После того, как ответственное подразделение заполнит этот файл, можно его подгрузить в систему и импортировать. Наша система проверяет, все ли верно заполнено и при нажатии импорта все сведения заполняются. Таким образом, с помощью инструкций, которые могут быть как в текстовом формате, так и могут быть в формате изображений, скан-копий или, например, в каких-то форматах шаблонов документов, а также с помощью возможностей выгрузки и загрузки данных из системы автоматизации можно существенно сэкономить время и облегчить проведение аудита. И по следующему вопросу, наверное, вам расскажет Ирина. Ирина, передаю тебе слово. Да, Максим, спасибо. Здесь мне хотелось бы подвести такой небольшой итог по второму этапу проведения аудита и рассказать вообще о возможностях гибкой настройки всех карточек расчета. В нашей успешной компании очень много аудиторов из различных фериалов и, как видите, что довольно большое количество самих проверок они проводятся по совершенно различным методикам. различные организации они сталкиваются часто с проблемой, что если они рассматривают для себя какое-то средство автоматизации или, например, вообще пытаются все аудиты в Excel свести где-то в едином месте хотя бы так, они сталкиваются с проблемой в том, что методики совершенно разные, математика внутри них совершенно разная, поля, которые нужны для заполнения тоже совершенно разные и как-то все это объединить в одно большое место, чтобы хранилось централизованно, очень сложно, чтобы все это настроить. Ну и хотелось бы здесь показать на примере живом, как это реализовано у нас в системе AirVision и первое, что бы я хотела вам показать, мы разберем сейчас просто несколько кейсов, которые, ну, это действительно реальные методики, которые загружены в систему и одна из них это тот самый аудит соответствия, который только что рассказывал и показывал Максим. здесь хочу немножко вводную сделать. Это собственная разработка центрального аппарата, который взял за основу стандарты SOA 27.01 и немножко адаптировал под себя. Очень часто бывают такие ситуации, когда крупные организации, они берут за основу существующий best practice и уже там под себя немножко адаптируют под свою специфику. Здесь можно посмотреть, что вопросы, которые здесь задаются, они разделены на домены, ну, некие области информационной безопасности, то есть там индентализация, управление уязвимостями, управление инцидентами, ну и так далее. После того, как был проведен этот аудит, как видите, что здесь можно выставлять различную оценку по определенной шкале по инструкции, которая существует, уже сказал Максим, и после этого завершения нужно посчитать итоговый результат, некий индекс соответствия, я бы сказала. И здесь в системе Revision математически введены такие формулы, которые рассчитывают различные показатели, то есть, во-первых, может производиться расчет групповых показателей, то есть некий индекс соответствия по группам, по доменам информационной безопасности, а потом все эти расчеты по группам, они объединяются уже в результирующие показатели, то есть это некое число, которое вычитано по специальной формуле, которое заведено под капотом системы, я бы сказала, и все, что нужно сделать аудитору, чтобы получить результат, это, соответственно, заполнить аудит. Все, ничего считать, ничего не нужно это делать, система делает это автоматически. Сделано это причем штатными средствами, мы сейчас не будем даваться в глубокие подробности особенностей математики, но все эти расчеты можно с помощью штатных средств системы внести в настройки и для индивидуального аудита рассчитывать те или иные показатели. Еще один пример, который хотелось бы рассказать, это пример по идентификации ключевых индикаторов риска. Для коллег из финансового сектора этот термин может быть знаком, но те, кто особо часто с этим сталкивался, я поясню, что это ключевые индикаторы риска. Это некая сущность, которая должна быть идентифицирована для того, чтобы на критичные показатели обратить внимание службы информационной безопасности, какие области требуют особого внимания, иначе они могут потом, то есть у них все настолько плохо с информационной безопасностью, что это может вызвать какой-то критичный риск. Ну и давайте здесь прям на конкретном примере разберем. То есть это по сути вопросы, которые спрашивают у ответственного администратора те или иные данные. Например, какое было количество обработанных событий информационной безопасности за квартой? И все, что нужно сделать пользователем, это ответить на вопрос, ввести в поле специально предназначенное ответ. Ну, давайте сделаем, что у нас 150 было событий информационной безопасности. Ну и сами видите, что графа оценка, она здесь автоматически поменялась, она окрасилась в красный цвет, это вышло за критический уровень, потому что здесь видно, что у нас критически больше 100. И уже менеджеры, которые будут смотреть итоговый отчет по этому аудиту, они сразу увидят весь этот светофор и уже будут понимать, на какую область нужно обратить внимание в первую очередь. Опять же, все, что здесь происходит внутренние расчеты по допустимым значениям, это тоже сделано штатными средствами. Ну и крайний аудит, который бы я хотела показать, один из примеров, это по аудит самый простой, штатный, он вообще доступен прямо из коробки, по 21 приказу в стек, как он выглядит. Перечень вопросов, и смотрите, карточки справа она выглядит уже по-другому, не те, которые я вам до этого показывала. Здесь уже доступна своя собственная шкала оценки и остальные поля, которые могут заполняться в процессе проведения аудита. Все это тоже сделано штатными средствами, и что поля ответа на вопрос, что внутренняя математика, которая существует в системе, она может быть совершенно различной, и это позволяет объединять в едином месте любое количество методик по совершенно разным формулам и вариантом ответа пользователей. То есть даже из разных подразделений те или иные аудиторы, они могут работать со своими сущностями, им будет удобно, у них будет своя собственная настройка, которая только им полезна, а не что-то общее, которое будет всем неудобно. Ну, и хочу тоже отметить, что в нашем холдинге «Успешная компания» также проводятся и выездные проверки филиалов. Я вначале говорила, что центральный аппарат проводит такие сущности. И выездные аудиторы, им зачастую довольно проще работать с группой аудитов. То есть у них есть несколько областей оценки, у них есть несколько типов аудита, которые они проводят. И эти выездные аудиторы, им очень легко пользоваться сводными аудитами, которые из себя представляют сущность, куда можно объединить сразу несколько уже частных аудитов, и чтобы не искать их в общем списке всех возможных аудитов, они были, опять же, в некую отдельную группу объединены. Аудиторы могут по двойному щелчку просто провалиться в аудиты и динамично переключаться между ними, если они, например, одновременно по нескольким стандартам проводят тот или иной опрос. Причем, чуть ранее я говорила, что в системе возможно математику настраивать результирующие показатели, так вот, на уровне сводного аудита эту математику тоже можно настраивать. То есть, считается некий показатель в частных аудитах, и потом из этих частных аудитов это все собирается в некую единую, единый показатель, как у меня здесь указано. Методик тоже может быть несколько, которые рассчитывают это все. И, опять же, то есть никаких вручных расчетов и делать не нужно, все аудиторы сразу видят у нас результат, насколько тот или иной филиал или область оценки соответствует выбранным требованиям. Давайте вернемся обратно в презентацию. То есть здесь я подвела некий итог по нашему второму этапу проведения аудита, что все, что бы не проводила организация, то можно делать централизованно, очень просто. Ну и давайте перейдем к следующему этапу, третьему этапу. Это заведение и обработка замечаний. Вообще, провести аудит это на самом деле только половина процесса. Как Павел вначале говорил, что это циклический процесс, и он должен постоянно быть направлен на улучшение, улучшение, улучшение. И никакого улучшения не получится сделать, и действительно аудиты могут превратиться в непонятную рутину из года в год. И эта рутина будет до тех пор, пока не будет не выстроен грамотно процесс обработки замечаний. Когда что-то происходит не так с аудитом, то есть какие-то проверки не выполняются, это нужно обязательно где-то зафиксировать. И проблема, с которой изначально столкнулся наш холдинг, это то, что у них отсутствовал единый подход к управлению замечаниями. Все это велось разрозненно, велось различными людьми в различных системах. Кто-то вел в Excel, кто-то в Word, кто-то вообще в блокноте у себя что-то записывал. И потом собрать это все в единую какую-то сущность, ну, вообще было невозможной задачей. Соответственно, это все не делалось, замечания не устранялись, мероприятия не планировались, из года в год ситуация с аудитами лучше не остановилась. Все одно и то же повторялось, повторялось. Но даже если были какие-то замечания, то их очень сложно было отранжировать, когда компания большая, аудитов очень много, падает огромное количество, например, тасков, что нужно сделать, и за что первым хвататься, ну, вообще непонятно. То есть, что наиболее критично, что наиболее приоритетно является, неясно было. Ну, давайте вернемся обратно в окно системы, где я покажу, как уже с этим кейсом справилась наша рассматривая холдинг. Давайте рассмотрим на примере все того же приказа в стекл номер 21, один из самых простых примеров, который наверняка практически всем знаком. Аудитор в процессе проведения проверки обнаружил, что проверка ИАФ-5, защита обратной связи при вводе аутентификационной информации, она не выполняется, потому что средства обеспечения не установлены. Когда аудитор понимает, что в процессе проведения аудита что-то не выполняется, что-то идет не так, логично, что у него возникают замечания к этому аудиту. И очень легко прямо же здесь в этом требовании в одном клике перейти в раздел замечания, где аудитор может как создать вручную по неким уже подготовленным полям завести замечание, что было не так в свободном формате, написать, что он хочет. Но это не наш вариант на самом деле, потому что замечаний очень много, и если все пользователи будут писать кто во что гораст, это потом сложно будет обрабатывать. И здесь очень удобно подходить именно отталкиваться от шаблонов. По каждому требованию здесь заведены специальные шаблоны, которые уже соответствуют возможному замечанию, которое может быть выбрано. Все, что нужно сделать аудитору, это нажать на создать замечание, и вот оно автоматически создалось, что у нас отсутствует выполнение меры по идентификации о идентификациях. Скопом все замечания по ходу выполнения аудита можно посмотреть вот здесь в едином списке. Все, что было не так. Каждое замечание, оно представляет себе довольно большую карточку, куда можно на самом деле внести практически все, что угодно. Здесь есть и описание, и уровень критичности, и кто автор замечаний, также срок устранения, и статус, и можно добавить свои какие угодно поля, штатными средствами также. Но это как бы еще не конец процесса. Чтобы завершить его грамотно, нужно это замечание устранить. Соответственно, нужно придумать план по устранению замечаний, то есть мероприятия. И точно так же в карточке каждого замечания можно запланировать действия, которые нужно выполнить. Это может быть как в свободном формате, но или можно воспользоваться таким же шаблоном, который создан индивидуально под каждый тип замечаний. Ну, в данном случае все, что нужно сделать администратору, это нажать кнопку. И смотрите, как только планируется мероприятие, система сама подсказывает, что где-то еще в аудитах есть замечания, которые могут быть закрыты этим мероприятием. Благодаря связям, которые здесь настроены, система сама может об этом подсказывать. И часто такое бывает, на самом деле, что происходит несколько похожих аудитов, несколько похожих замечаний, которые чуть-чуть к разной области оценки, может быть, относятся, но по сути дела можно внедрить какое-то одно средство защиты, которое покроет их все. И чтобы не плодить кучу сущностей одинаковых, система помогает в этом и подсказывает, что же, какие связи нужно создать. Нажимаем «Да». И автоматически создается мероприятие, которое точно так же скопом можно все вместе посмотреть в едином окне. Все, что было запланировано в нашем холдинге. Точно так же справа есть карточка и с ответственным, и с важностью, и со статусом, и со сроком. То есть это полноценная задача, которая у нас запланирована. Как видите, уровень критичности, он здесь доступен, по нему можно осуществить ранжирование и просмотр информации. И уже после всех этих телодвижений менеджер из центрального аппарата или некие управляющие лицо может скопом посмотреть, а что же было не так с определенной областью оценки. Например, часто бывают такие задачи у менеджеров. Они хотят получить информацию. Вот у нас есть, например, информационная система. Что же было не так в ходе всех аудитов, которые проводятся вокруг этой критичной информационной системы. Я сейчас вернулась в раздел актива, вернулась в нашу же CRM-систему, которую я рассказывала. И здесь очень легко можно посмотреть сводную информацию о всех аудитах, которые проводятся вокруг нее, далее о всех замечаниях, которые были выставлены по данной системе и о всех мероприятиях по устранению. То есть уже есть картинка, можно идти посмотреть все замечания вообще, которые были в аудите, а можно посмотреть все замечания, которые там в отношении информационной системы, ну или другой обыск оценки, например. Здесь очень легко централизованно, опять же, вся эта информация хранится, в нескольких кликов все это можно получить. Давайте вернемся. То есть здесь я, получается, рассказала вам, как можно до конца завершить этот процесс, чтобы он был грамотно выставлен не только в процессе проведения аудита, но и еще и мероприятия, которые направлены на улучшение данной сущности. И следующий этап — это этап отчетности. Самый крайний, когда тоже возникает очень много проблем. И здесь попрошу коллегу своего Максима тоже рассказать, поделиться своей экспертизой, с какими болями сталкиваются коллеги, доказчики. Да, спасибо, Ирина. Действительно, аудитор, когда посетил, например, какое-то подразделение, либо, например, провел удаленный аудит, ему необходимо подготовить отчет. И подготовка этого единого отчета занимает достаточно много времени, потому что ему приходится сводить разные записи, разные данные, которые он собирал. Более того, в аудитах иногда участвуют целые комиссии. И, на примере аудита нашей корпоративной CRM-системы, мы можем увидеть, что в аудите участвуют несколько человек. И каждый из этих людей отвечает за какие-то свои вопросы. И для того, чтобы свести все замечания, все результаты аудита в единый документ, нам требовалось несколько часов сидеть, сводить вот эти данные от разных сотрудников. С помощью средств автоматизации, например, AirVision SGRC, мы можем открыть оценку, что мы делаем, увидеть, что все вопросы отвечены и проставлены замечания, и сформировать отчет. Отчеты формируются как коробочные, которые встроены в систему, так можно формировать отчеты, которые формируются по шаблонам. Эти шаблоны готовятся с помощью конструктора отчетов. Ну, возьмем какой-нибудь отчет. Это демонстрационный отчет. В него мы добавили логотип некой компании, публично-акционерное общество «Успешная компания». В этот же отчет мы внесли какие-то сведения из опросных листов и областей оценки, которые мы проводили, по которым мы проводили, и данные результатов мы внесли как раз в этот PDF-документ. Точно так же мы можем формировать не только PDF-документы, но документы в Word, или, например, это могут быть Excel-какие-то таблицы. Когда аудитор буквально в несколько кликов свел эту информацию в единый документ, он может вернуться к аудиту и приложить, например, этот файл в систему. То есть, в примере, возьмем файл и приложим этот отчет. И в любой момент он может этот отчет сохранить и открыть на себя на компьютере. На этом у меня все. Передаю заключительное слово Ирине. Ирина. Да, Максим, отключи демонстрацию. Давай к презентации вернемся. Спасибо. Ну, и я хочу здесь подвести небольшой итог по всему рассказу, что мы вам представили. На самом деле, все кейсы, которые мы сейчас рассматривали в отношении этого большого холдинга «Успешная компания», это несколько просто интересных кейсов, которые мы собрали воедино, которые мы встречали на наших совместных проектах с коллегами из Jet, где мы помогали нашим клиентам улучшить и автоматизировать их процессы по проведению аудита. И здесь вы сами видите, что когда компания начинает просто захлебываться в самооценках различных аудитов без средства автоматизации, достигнуть какого-то прогресса, ну, в принципе, становится невозможным. И достаточно просто и легко можно улучшить работу с такой сущностью, как актив и аудит, например, и за счет этого как раз высвободить такие важные ресурсы для проведения уже более интересных и полезных задач по ИБ, а не согласование бесконечных доступов, документации и узнавания, куда нужно бежать все-таки. Вот. В заключение хочу сказать, что если вам интересен продукт AirVision SGRC, то мы проводим пилоты, мы проводим индивидуальные вебинары. Можете обращаться на контактную информацию, которая представлена вот здесь на слайде. Вот. С радостью вам подскажем, ответим на все необходимые вопросы. И на этом моя часть закончена. Я передаю слово коллегам из JET. Ирина, Максим, спасибо вам большое за интересную демонстрацию. И, Паша, может быть, ты хочешь как-то добавить, резюмировать от себя? Да, тоже хочу сказать. Зачастую, действительно, аудиты занимают достаточно много времени. И если смотреть один календарный год, то, например, для той же финансоотрасли, про которую я говорю, может быть порядка трех внешних аудитов. Я уже не говорю о внутренних проверках и проверках стороны надзорных органов, которые в год достаточно может достигать и пяти, и шести. И в ходе интервью с одним айтишником он говорит, что у него на аудиты уходит процентов 30-40 его времени на предоставление необходимой информации, на скриншоты. И это достаточно действительно много, несмотря на то, что ему надо делать еще свою работу, администрировать, выполнять какие-то проекты и так далее. И в целом хочется отметить, что действительно, как сказали коллеги из компании Revision, действительно значительную часть процессов, которые возникают в аудитах, ее можно автоматизировать. Спасибо, Павел. Спасибо, коллеги. Давайте тогда перейдем к сессии вопросов-ответов. Слушатели, я вижу, накидали несколько вопросов, и интересно будет на них ответить. Первый вопрос. Как осуществляется опрос поиска активов? Используются ли агенты? Это вопрос коллегам из Revision. Ирина. Да, давайте я прокомментирую. Смотрите, у нас существует собственный движок инвентаризации. Это безагентское решение. То есть агенты у нас в принципе не предусмотрены в системе. Система опрашивает по сети доступное оборудование Windows, Linux и активное сетевое, и собирает это все в едином месте. Спасибо. Следующий вопрос от Константина. В крупных компаниях обычно есть CMDB. Получается дублирование функционала в части активов. Как-то можете это прокомментировать? Да, давайте прокомментирую. Смотрите, это получается как CMDB для безопасника. То есть служба информационной безопасности, она может работать со своей собственной системой, потому что зачастую хоть информация может содержаться где-то одинаково. Но цели обработки этой информации могут быть разные. Безопасникам нужны свои собственные поля описания, свои собственные процессы, которые выстроены вокруг этого. И зачастую в больших компаниях, чтобы изменить какое-то представление или какой-то процесс обработки в большой системе, которая развернута на огромный холдинг, это нужно согласовывать по полгода иногда бывает те или иные изменения. А у вас в инфраструктуре может быть своя собственная система, где вы сами можете пару кликов все настроить под вас и сделать ваши же процессы. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Кто заполняет базу вопросов аудита? Есть база нормативных документов в системе? Например, положение BR382B или ГОСТ 57580, тоже Банка России? Позвольте, наверное, я отвечу на этот вопрос. Да, Максим. Да, да, да. У нас в AirVision есть уже загруженные стандарты, о которых написала Наталья. То есть есть и 382-ое постановление, и БОСТ 57580. Но отвечая сразу же на следующий вопрос о кастомных стандартах, любые вопросы можно загружать самостоятельно. Вы можете формировать свой перечень вопросов. Как раз-таки это демонстрировала Ирина. Например, по вопросу, связанному с ключевыми индикаторами риска. Эти вопросы вы формируете самостоятельно, и после этого можете каждый месяц, каждый полгода или каждый год их уже использовать в своих аудитах. Спасибо за ответ. И следующий вопрос. Есть ли функционал бенчмаркинга, то есть общая картина оценок по всем филиалам? Давайте я тоже прокомментирую здесь. Да, у нас существует функционал дашбордов, отчетов, куда можно свести всю эту информацию. Дашборды есть совершенно различные. Мы сегодня рассматривали систему в формате отчетов, только Максим когда рассказывал. Да, ну если будет интересно, обращайтесь, мы вам покажем на живом примере, как это может выглядеть. Отлично. Следующий вопрос. Можно ли использовать для аудита ИБ текущих и потенциальных подрядчиков, партнеров? Какие варианты? Ну, наверное, давайте я отвечу. Действительно, можно привлекать различных пользователей, при этом в AirVision достаточно гибко настраивается полномочия. Вы можете, например, привлечь внешних аудиторов, которым предоставите доступ только на чтение результатов, а можете привлечь, например, сотрудников, которые могут заполнять данные по различным вопросам. То есть очень гибкая, в общем, возможность настройки. Спасибо. Следующий вопрос про то, что есть ли возможность проводить аудит PCI DSS в этой системе. Ну, давайте я отвечу. Мы с Максимом так неформально решили по очереди брать вопросы. Да, действительно, у нас есть возможность проводить аудит PCI DSS. Об этом было сказано ранее, я просто проведу. На самом деле, вы можете забрать любые требования. Это может быть и PCI DSS, и банковские стандарты, и корпоративные стандарты. То есть перечень вопросов, он абсолютно может быть кастомизирован, и любая методика, по сути, может быть загружена в систему. Есть предустановленные сущности PCI DSS, кстати, там тоже есть. Но если вам нужно что-то поправить, поменять, это все делается прямо через интерфейс, нет как-то кликов. Отлично. Вот, мне кажется, следующий вопрос от Константина интересный. Может ли AirVision SGRC автоматизировать процесс сбора свидетельств? Например, скан конфигурации объекта инфраструктуры или, например, парольную политику? Ну, здесь, наверное, отвечу я. У нас действительно есть возможность интеграции с различными системами. Само сканирование конфигурации мы не проводим, но мы, например, можем интегрироваться с внешней системой, которая проводит сканирование как раз-таки конфигураций, и импортировать результаты внешнего сканирования в AirVision SGRC, ну, соответственно, и разместить результаты в аудитах. Спасибо. И в продолжение первого вопроса самого про то, что есть ли агенты и как инвентаризировать активы, есть уточняющие вопросы. Без агента нужна ли сетевая связанность от AirVision до всех активов? Смотрите, получается, нужна сетевая связанность, если мы говорим про инвентаризацию, нужна сетевая связанность от конечного устройства до, ну, получается, сервера AirVision, чтобы он мог запускать оттуда необходимые команды для того, чтобы проводить инвентаризационную информацию. У нас есть несколько кейсов, и мы их успешно решали, когда тоже проводили проект внедрения в большом крупном холдинге, где есть изолированные сегменты. Это может быть, там, по различным причинам, которые там не связаны. Например, там тоже сегмент, например, PCI DSS. Туда ставится отдельный, так называемый, коллектор системы AirVision, который собирает уже там необходимую информацию, и это все может быть перенесено уже впоследствии, там с помощью различных средств, шлюзов уже в основную инсталляцию, куда вся эта информация потом подгрузится. То есть, как бы, если вопрос заключался в том, можно ли какие-то изолированные сегменты инвентаризировать, да, можно. Возможности такие есть, и варианты нужно прорабатывать. Ирина, спасибо. И завершающий вопрос. Есть внутри CIS-бенчмарк для различных средств. Если можно, то как? Ну, здесь, наверное, отвечу тогда я. Дело в том, что как раз-таки выше я рассказывал о том, что сравнение конфигураций тех или иных устройств, операционных систем или баз данных проводится специфическими решениями. Я их, конечно, не буду здесь называть. Но информацию, которую получают эти внешние системы, мы можем, опять же, импортировать в AirVision. Спасибо, Максим. Появился еще у нас один вопрос. Как закладывается расчет количественных и качественных оценок риска? Как сделать расчет в деньгах, потенциальные ущербы, потери? Смотрите, коллеги, сегодня мы не рассматривали этот модуль, но на самом деле аббревиатура GRC, а буковка R – это, значит, риск. Это еще одна функциональная возможность нашей системы. Мы ее сегодня, как я говорю, не рассматривали. И действительно, там можно и количественные, и качественные оценки риска проводить, и в том числе делать расчет в деньгах. Чтобы сейчас задаваться неподробностей, если вы хотите послушать поподробнее, то обращайтесь по контактам. Здесь уже проведем индивидуальные вебинары. Следующий вопрос, я уже вижу. Да, следующий вопрос, когда будет вебинар по расчетам рисков? Олег, мы планируем уже все на следующей неделе. Да, хороший вопрос. На этом наши вопросы закончились. Спасибо большое спикерам за интересный вебинар. Запись будет доступна, соответственно, всем участникам вышлем ссылку. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите нам адрес, который сейчас на ваших экранах, security.jetsu. Также на предыдущем слайде были контакты наших спикеров. Можете обращаться туда. В общем, пожалуйста, мы готовы и Jet, и AirVision проводить дополнительные вебинары для наших заказчиков и ответить на дополнительные вопросы, чтобы вы определились, нужна ли вам SGRC-система, нужна ли она для реализации процесса аудитов, или для управления рисками, или для чего-то еще. В общем, будем рады вашим вопросам. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания. Хорошего вечера.